Всем привет, мои хорошие! Сегодня будем рисовать вот такую вот модненькую картиночку из инстаграма. Я вам расскажу, как, собственно говоря, происходит процесс, ну, не копирования, а вдохновения какой-то работы. То есть, я думаю, что если вы подписаны на одного-двух инстаграм-художников, то какие-то вот такие вот картинки, очень уютные, тематические и очень скетчинговые, такие очень сочные, приятные, попадаются, в общем, в вашей ленте, и иногда возникает желание скопировать. Их просто взять и скопировать, понаслаждаться процессом, и я вам расскажу, как все это делать, на что обратить внимание, как проанализировать работу, чтобы все-таки ее, ну, не только скопировать, а, возможно, даже чему-то научиться. То есть, в принципе, каждая работа, которую вы создаете, будь то копия, будь то с референса, с натуры, вы практикуетесь, вы нарабатываете какой-то опыт. В общем, как сделать это максимально полезно для вас, сделать себе заодно картиночку красивую и отдать дань тому художнику, который создал, собственно говоря, это творение. Потому что вот здесь, кстати, есть подпись, поэтому мы просто вдохновляемся художника. Итак, первое, что я вам очень советую, это сделать вот как раз-таки черно-белую такую картинку, потому что она помогает лучше разобрать, что у нас здесь вообще происходит. Потому что, когда нет цвета, есть только тон, это всегда удобнее. Вы даже можете поменять, на самом деле, цвета, если вы будете соблюдать тональность. Здесь же тональность у нас хорошо видна, здесь видна фактура, детали, поэтому мы будем в основном опираться на вот это, но когда мы будем работать с цветом, мы уже будем, конечно, на цветную картинку обращать внимание. Так вот, начнем мы с того, что разберемся, что у нас вообще здесь есть. То есть, вам нужно четко понять, что именно изображено на картинке. То есть, полагаться на то, что вы какими-то цветовыми пятнами это все сделаете, лучше не стоит. То есть, нужно сразу понять, что у нас здесь есть. Ну, конечно, у нас есть такая вот красивая, замечательная тыква, очень светлая. Здесь, в данном случае, она у нас белая, с фиолетовыми такими красивыми отливами, с такой вот закрученным таким хвостиком. В общем, на переднем плане у нас тыква, у нас есть листочек. Далее, в вин... ну, не в венке, в гнезде, таком можно сказать, у нас лампа. Это, наверное... ну, это не подсвечник, это не лампа, это закрытая такая... Ну, буду называть ее лампой. Не знаю, какая точно называется вот эта конструкция, внутри которой у нас здесь еще есть светлая свеча. То есть, вот на это нужно обратить внимание, потому что это такое светлое пятно в нашей картине. Получается, по фактуре вот эта лампа, она у нас, скорее всего, металлическая. То есть, судя по всему, вот видите, здесь такие есть очень четкие блики. Это либо блики, либо протертая краска. То есть, скорее всего, это металлическая лампа, которая покрашена в красный. И кое-где эта краска уже слезла, и получились вот такие вот сочные блики. Поэтому здесь у нас ветки, здесь у нас металл, здесь у нас, собственно говоря, тыквенная фактура. И листики, 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 и у нас вот такие вот еще точечки, есть еще кое-что линером. Плюс, здесь проделана очень большая работа линером. То есть, заметьте, насколько именно линером сделана подчеркнута фактура, форма, сделана все. Очень большая подготовительная работа, конкретно графика сделана именно в этой работе. То есть, вот здесь очень такая толстенькая линия. Здесь она вот такая вот извилистая. То есть, практически все линии здесь такие немножко нечеткие. То есть, видите, здесь вроде должно быть четкое, но оно все равно немножечко такое волнистое для того, чтобы придать такую вот живую жизнь, в общем, этому рисунку. Скорее всего, художник хотел именно, чтобы оно все было такое немножечко нестабильное для того, чтобы подчеркнуть тоже скетчевость этого рисунка. И плюс, когда такие немножко волнистые линии, получается, ну так, вкуснее сам рисунок получается. Вкуснее и симпатичнее. Поэтому нам нужно мало того, чтобы построить, нам нужно постараться передать вот эту самую фактуру линером. То есть, поработать хорошенечко линером. Линером, линером, да. Я много раз уже повторила. Но, а потом мы займемся цветом. Вот, на самом деле, по цвету здесь все не так уж сложно. Здесь достаточно мало цветов. То есть, здесь вот фиолетово-ахристом проработана наша тыква. А вот здесь у нас коричневый и ахристый. Здесь в основном красный с добавлением фиолетового. И фиолетовый вот как бы здесь на фоне у нас. И красный у нас листочки все красные. Тут чуть-чуть желтинка. И, собственно говоря, все. Поэтому по итогу у нас есть три разных фактуры. У нас есть по тональности разные наши предметы. То есть, здесь очень светлое на переднем плане. На втором плане у нас более темное пятно. Но со светлым вот таким вот светочкой нужно не забыть про нее. И мы выяснили, что очень все сильно проработано линером. То есть, не просто обведено, что тоже абсолютно допускается. Это вполне возможно, вероятно. Такая техника абсолютно приемлема. Но здесь линером подчеркнуто немного больше. И дополнена вся эта картина как раз таки вариацией плотности и ширины линера. Поэтому мы начинаем компоновать. И у меня, на самом деле, эта картинка сделана на квадратном формате. И у меня есть такой относительно квадратный формат. Если же вы будете работать на обычном А4, лучше расположить его вертикально. И просто, когда будете компоновать, постарайтесь, чтобы не посерединке была ваша картинка, а все-таки чуть-чуть ниже. То есть, сверху у вас должно остаться больше места, чем снизу. Это помогает заземлить ваш натюрмор. То есть, когда вы рисуете какой-либо натюрморт, снизу всегда должно быть меньше места. То есть, если что-то соприкасается с поверхностью, вы должны ее поставить. И за счет того, что меньше будет пространства, оно будет стоять на этом месте. Итак, для того, чтобы нам все правильно закомпоновать, нам сначала надо все разметить. И мы помечаем наше тыкву, гнездо и лампу. Вот, у меня уже все уехало наверх. Поэтому я все опускаю. Приземляю, опускаю. И вытираю лишнее, если я найду. Итак, примерно я наметила, где это все будет располагаться. Но это пока совсем-совсем примерно. Сейчас мы будем это все уточнять. Кстати, когда вы начинаете рисовать, если вам кажется, что все очень много и страшно, уговорите себя сначала чуть-чуть нарисовать. Сначала потом детализировать, детализировать. И вы потом поймете, что даже самая сложная форма, она легко разбирается на более простые формы. И простые формы просто можно легко нарисовать. Поэтому, в общем, каждая сложная форма состоит из более простых, которые легко освоить. Так, начнем с тыквы, наверное, да? В принципе, почему бы и нет. Итак, у нас тыква такая вогнутая вовнутрь. Мы не видим самого соприкосновения, потому что, как бы, вот эти места, они нам перекрывают. Но все-таки какой-то процент внутренности тыквы, вогнутости тыквы мы видим. Поэтому нам нужно примерно наметить вот это место. И, кстати, вот где-то там она внутри тоже будет. Ну, то есть, она вот так вот огибает и загибается вот здесь. И здесь тоже огибается. Ну, настолько детально мы не будем прорисовывать. И, в принципе, когда вы кого-то копируете или просто вам нравится эта работа, если вы копируете, то да, прям четко перерисовывайте, вот, один в один. И вот если там определенное количество этих ребер есть, то рисуйте вот так вот. Если вы просто хотите нарисовать похожую картинку и просто насладиться процессом, вы хотите получить удовольствие от рисования, то вы можете поглядывать туда, брать основу, но уже, как бы, рисовать по своему ощущению, хотенью, желанию и так далее. То есть, если там вам не нравится, например, белая тыква, вы захотели оранжевую тыкву, то вот здесь как раз-таки пригодится черно-белая фотография, потому что вы вполне себе можете заменить белый на оранжевый. Вы просто, как бы, учитывайте, что вот тут светлое, вот тут такое среднее, вот тут темное и так далее, вот тут совсем большая тень. И все это делать оранжевым цветом, ну, как бы, вариацией оранжевого цвета. И у вас будет оранжевая тыква, точно такая же, как здесь нарисовано. Так, немножечко площадь ее нужно сделать. Я слишком круглую сделала, слишком круглую. И переносим все вот эти дольки. Можно постепенно идти. Я вот, видите, захотела чуть дальше. Там, где она у нас уже заворачивается. Здесь такая тоненькая, смешная долька, которая практически вывернулась на ту сторону. Вот она, кстати, крайняя у нас. И у нас следующий ее перекрывает. Так, вот это и красивый изгиб такой. Она тоже заходит у нас сюда. И вот здесь, видите, у меня уже не особо помещается, но ничего страшного, я уменьшу одну дольку. Ничего критичного не произойдет. Главное, что я постаралась более-менее сохранить форму. Дальше. Причем у нас тут такая широкенькая. Тоже вогнутая. Здесь у нас такой интересный. а итак теперь мы перейдем к вот этому вот хвостику он у нас где-то здесь вот прикрепляется и потом выходит наружу так сказать и мы и он получается у него передана такая фактура как будто он такой плоский на листике вам показать попробую найти что-то вот как раз есть смотрите получается она плоская так потом вот так он загибает вот вот так вот он крепится загибается потом вот так вот так вот так то есть по вот этом вот этой картинке мы можем проследить что это скорее всего достаточно плоская фактура потому что она здесь только плоская фактура может так выгибаться очень сильно и заворачиваться поэтому мы ее рисуем сначала достаточно плоско чтобы показать вот эти все изгибы а потом ее немножечко уточним так заворачиваем тут она у нас выходит еще один изгиб 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 и вот у нас конец нужно немножко протереть чтобы она нам не мешала и так теперь мы немножечко уточняем делаем ее более волнистенькой всей ну дальше основные моменты мы конечно линером прорисуем но все равно немножко мы все-таки пометим как она тут все идет вот примерно так и так тыква у нас все есть дальше переходим к сложному потому что гнездо или венок я не знаю что это мне кажется больше похоже на гнездо но с одной стороны очень простой другой стороны конечно очень сложно потому что она из вот этих веточек состоит и поэтому нам нужно все-таки сначала основную форму какую-то наметить давайте наверное сначала вот этот светильник сделаем потому что нам придется его сильно утопить в гнезде нам придется потом сильно по гнезду рисовать поэтому да лучше светильник сделать и так светильник у нас имеет форму ну скорее всего квадрат так у меня что вытянутый параллелепипед который имеет определенную форму вот здесь где-то у него уже скрыто основание поэтому мы как бы предполагаем что вот у нас передняя грань вот вторая там где-то спрятана третья вот у нас четвертая то есть где-то вот тут вот у него эти скрытые грани находятся и вот здесь тоже тоже вот они там внутри у нас скрытый поэтому мы сейчас все что скрыто нарисуем и потом уточнить как бы посадим на этот каркас параллелепипеда наш светильник и так у нас получается вот мы будем отталкиваться от передней грани такой самой развернутой к нам то есть предполагается что он где-то вот так и вот так и соединяем просто ну приблизительно все равно у нас будет в основном скрыто то есть самое главное это у нас вот это я бы чуть-чуть дал увеличу нет наверное надо так сделать вот или повыше сделать а у нас же еще эта штука будет не нет нет повыше не надо я сильно задрала вы можете если хотите прям вот направление и вот направление прям переносить это все равно будет приблизительно но если вы сильно в себе не уверен или еще плохо развит глазами то можно таким образом переносить так ну вот примерно я наметила дальше можем построить вот эту крышу нашего светильника она тоже получается имеет все эти грани которые и вот этот наш параллелепипед имеет просто у нее более сложной формы но принцип тот же самый итак мы создаем переднюю грань с этим немножечко у нас выходит за грани и они должны быть вот эти штуки параллельны то есть грань светильника и грани основания крыши и основания должны быть примерно одинаковыми приподнимаем у нас ну вот предполагается что здесь как бы вот то же самое то же самое третья грань четвертая точнее 3 мы видим четвертая грань у нас скрыта приблизительно вот так вот у нас теперь есть площадочка на которой у нас еще есть крышечка на крыши крышечка у нас она не сильно развернула можно немножко приподнять вот примерно так то есть видите очень сложная казалось бы конструкция разбирается на простые элементы и теперь у нас вот эта крышечка сейчас мы посмотрим она и тоже имеет грани но она все-таки круглая ну я предполагаю что за счет то что вот эта штука тоже круглая скорее всего и вот эта круглая поэтому мы ее будем вписывать именно как круг точнее овал у нас будет овальный такой даст практически закрытый уже овал там что мы поднимаемся чем выше тем закрытие овал потом уже идет вывернуть вывернувшийся так крышка крышка вот это смешная такая крышка у нас имеет крепление вот эти вот ручки у нас есть какое-то здесь еще окошечко нужно протереть это место слишком много всего тогда мы увидим окошко мне кажется тоже какие-то окошки предполагается там не очень понятно что вообще там находится теперь мы вот это место так так сначала потом вот вот примерно так теперь мы прорисовываем вот эти все грани то есть здесь есть толщина самого вот этого куру ну как у меня кошка грани самого светильника и вот это скорее всего это дверцев которые открываются и в которую можно ну чтобы можно было попасть вовнутрь поэтому мы должны это все хотя бы наметить не то чтобы сильно прорисовывать но хотя бы наметить и вначале могу тут вытираем все это построение но нам принципе уже не нужно тем более что она будет нас отвлекать итак вот у нас толщина самого этого окна раз второго окна здесь внизу можно прорисовывать мне приблизительно вот толщина теперь окошко теперь так толщина окошко которым будет наша свечка ну тут непонятно но скорее всего здесь тоже есть эта штука и принципе все здесь мы убираем и у нас где-то вот здесь стоит свечка мы ее примерно был какая она свечка овальная поэтому сначала просто рисуем овальчик вот эта грань у нас уже закрыта от глаз но приблизительно где-то так и когда мы ее построили уже простую форму мы немножечко можем его покоробить так сказать здесь место с прикосновением светилёчка всеми такая у нас обгоревшая немножко покорежена но все-таки свечка вот так у нас получилось то есть видите я в принципе рисую то же самое но у меня не получается точной копии потому что у меня не стоит задачу то есть если вы хотите то бы вы прям четко вымеряете все по сантиметрам все чуть-четенько делаете я просто хочу вот такую вот картинку стыковой для себя теперь будем строить наше гнездо она примерно у нас вот так расположены приблизительно как бы им спасательным кругом но кстати у нас тут стеклах немного видно это очень характерная штука поэтому вот так итак по сути наше это гнездо это переплетение большого количества веточек и для того чтобы нам их изобразить нам в основном нужно подчеркнуть фактуру вот тех веточек которые выходят из нашего веночка тире гнездо гнездочкой и мы вот эти штучки намечаем мы тоже их линером хорошенечко проработаем здесь у нас тоже что-то там выглядывает и какие-то еще как будто здесь еще даже какие-то ягодки есть ну такой кстати возможно их мы тоже намечаем и в основном мы сейчас еще прорисуем листочки вот листочки да нам видны и нам хорошо видны вот здесь один маленький листочек выходит наружу немножко не понимаю что вот здесь у нас ну какой-то тоже такой условный листочек который мы можем обозначить теперь вот так то есть это скорее всего что-то наподобие кленовых листочков нам пытались изобразить что-то между кленовыми и дубовыми дубовыми на самом деле получилось здесь совсем другой листочек какой-то такой вот интересный вот так вот и теперь еще вот здесь так ну приблизительно как так же как они там нарисованы здесь какой-то красненькое пятнышко у нас полить здесь веточка здесь тоже веточка какая-то у нас выходит наружу здесь веточка здесь веточка здесь мы можем сделать какой-то очень корявый край который бы подчеркнул фактуру здесь мне тоже кажется что какой-то типа листочек тоже есть вот здесь крупный такой прям крупный листочек у нас вот прям так вот и вот здесь у нас последний нет не последний здесь тоже есть какой-то красненький пятнышко есть какой-то фактура гнезда здесь и самом деле я слишком замахнулась потому что по картинке свечка перекрывает уже мы можем немножко скрыть закрыть ну такое тоже бывает скрываем наши недочеты поднимать немножко свечку и продолжаем радоваться нашему рисунку так на чем я закончила вот здесь и листочек не дорисовала какой как бы он тоже как бы есть на его как бы нет и в принципе вот эту всю историю основную может больше будем линером разрабатывать потому что здесь нет смысла как-то сильно карандашом все что нужно было мы разметили и нам еще нужно вот сюда положить тоже листик он такой же более более детализированный более такой раз разработанный более детальный детальный как-то так примерно так в принципе все это вот дальше мы будем уже линером в принципе работать дальше уже цветом что в целом в этой картинке на самом деле нет ничего страшного какой бы она детальные загруженные перегружены на не казалось немножко хочу повернуть эту нашу историю что она не вписывается сюда мне так кажется примерно так теперь вперед до линер у меня классический микрон сакуровский троечка я в принципе троечка постоянно все делаю ну как бы такой универсальный есть еще еще шире но мне кажется тройка она так ей можно достаточно хорошо варьировать нажим за счет этого создавать более толстые более тонкие линии линии здесь кстати вот по поводу нашего линера проверьте чтобы он был водостойкий потому что мы сейчас сделаем всю фактуру все сделаем линером а потом только будем рисовать цветом что я смотрела вот эту картинку я как бы так и делали то есть сначала все линером проделали а потом заливали цветом и если ваш линер не будет водостойким то просто все размажется превратится в черное нечто которое будет обидно почему вся вся работа пойдет на смарку поэтому проверьте если он не водостойкий если у вас ничего нету другого то просто сначала сделайте цветом а потом вернитесь к этой части видео где мы делаем все линером так что поехали и так как я уже говорила мы сейчас линером будем в принципе работать уже как таким как бы уже сразу прорабатывает свет селень варьировать его за счет толщины как бы подчеркивать фактуру и так далее то есть вот здесь у нас самое видите толстый то что заворачивается здесь у нас толстенькой прямо тут заштрихованы такой заштрихованы здесь там где максимально свет и выпуклость здесь тонкие линии потому что за счет этого как бы он помогает завернуться нашей тыков почему-то я решила ступа начать но мы начали изначально из тыквы и продолжим с ней то есть здесь я практически не давлю на линер здесь я как раз таки давлю несколько раз прохожусь по одному и тому же месту для того чтобы создать плотность и здесь можно кстати тоже так можно первую линию такую более легкую нанести а потом вот надавить и провести еще уплотнить вашими и напоминаю что линии у нас такие не четкие как бы не прям по линейке а они все-таки имеют такую немножко расхлябанность это как бы подчеркивает характером вот конкретно этого рисунка здесь прямо можно проштриховать потому что здесь прям темное темное место пресси он там и дело на на самом деле вот здесь еще можно тут чуть-чуть поштриховать опять тонко толсто на самом деле есть даже такая техника когда рисуются только линии и за счет их толщины и направления и характера можно передать все абсолютно любую фактуру любой объем вы можете как-нибудь поиграться с этим ну попробовать поиграться с такими линиями посмотреть как это выглядит может вам понравится потому что например портреты я очень люблю делать в таком стиле как раз таки одной линии но пока у нас тыква и тыквы как видите тоже начинает обретать прям конкретные объемы то есть за счет вот этой штриховки прям она сразу становится такой прям хочется и потругать за бочка это все из-за того что мы сразу линером работаем с плотностью линии то есть мы сразу линером не просто как бы обозначаем или подчеркиваем что тоже абсолютно возможно но мы и помогаем здесь прям плотненько это наверное чтобы отделить гнезда было сделано входит есть уже пристриховать вот такая вот у нас тыква я конечно сделала и слишком высокой но нентам более плоско не очень страшно у меня такая тыква у вас будет другая тыква главное чтобы вы получали удовольствие от процесса так теперь у нас вот вот эта штуковина этот хвостик он у нас такой фактурный сумасшедшим здесь тоже плотнее вот здесь плотнее и здесь у нас тень так вот у нас идет есть такой изгиб здесь изгиб вот здесь можно подчеркнуть здесь прям можно поштриховать вот опять таки видите мы линером уже подчеркнули вот эту самую фактуру вот здесь мы еще тоже немножко проработаем немножко заштрихую и примерно так наверное уже оставим ее в покое дальше уже цвет пойдет нет тут хочу еще такую так хочу так дальше идем к нашему светильнику хотя нужно сделать наши несчастные листики единственный такой потерянный но скорее сидеть для композиции добавлю чтобы помочь как бы чтобы листики были не только здесь но и здесь по цвету тем более здесь у нас впереди нет ничего красного как раз этот листик служит таким ярким дополнением и так если вы посмотрите то со стороны тени вот этот листик видите здесь плотнее опять таки вариация линии более плотную чтобы подчеркнуть что он лежит на плоскости и мы тоже самое еще делаем уплотним то есть со стороны света практически нет только в углублениях вот этих всех зигзагов а здесь прям четко так примерно конечно не по всей фактуре но так примерно наш листик нарисовался поехали дальше смотрим что у нас тут вообще творится то что мне кажется что я вот здесь не все прорисовала здесь какая-то такая светлая полоса страшно мы еще справиться и так у нас есть внешняя линия давайте от нее танцевать дальше уже разберемся на столе сверху плотнее потому что здесь у нас теме и снизу плотнее посерединке она светлее не забываем что у нас здесь есть листик далее у нас есть очень темный уголок вот этого створки створки окошко окошко створка окошко нашего есть подчеркнута фактура и получается у нас есть еще какой-то вот что-то у нас тут еще есть еще какая-то паузочка так немножечко по штриху подчеркнула и вот здесь хорошенько то здесь прям темное пятно на себе сразу облегчим немножечко по работу здесь мы тоже пройдемся все мой какая-то вот светлая полоса нас уже сразу вышла к нам вышло так и немножко нарушила свое построение но не страшно хочу подчеркнуть вот здесь сейчас я линером немного выровняю здесь у нас такая прям жирная жирная полоса прям такая мощная очень мощно и здесь тоже самое то же самое здесь выгнутая часть но и здесь тоже достаточно так сильно на у нас есть чуть-чуть здесь падает тебе взял за эту штуку ну ладно работа мы и потом вернемся здесь тоже темный плотненько здесь чуть-чуть здесь уже идет цвет в смысле акварель уже у нас дальше будет реке теперь здесь у нас какой-то блик видимо падает что здесь достаточно светло получается здесь у нас просто соединение здесь немножко плотнее и светлее надо кстати наметить хотя я буду стирать карандаш у нас все уйдет ну ладно хотел сказать что наметить вот эти блики которые у нас здесь есть это как раз таки уже для светлое пятно это про протертая краска свежая краска но я закончу с линером потом еще карандашиком наличью и тогда только начнем главное не теперь не забыть об этом так я уже взялась опять не обверх сильно пошла на ладу всегда так получается там у нас тут тоже такой блик красивый нажимала так немножечко наметить что он будет здесь где-то здесь можно чуть-чуть прошлифовать все равно здесь будет темно у нас тут крепление не забываем об это теперь у нас вот эту штуку и нет еще раз и хватит все получилось симпатично я рада так у нас здесь еще грань скорее всего здесь какое-то светлое пятно здесь тоже что есть здесь что-то есть ну вот примерно так оно будет если у нас достаточно светлая часть вернемся все-таки к нашему светилку так находим где у нас тут грань основная она тоже достаточно темно здесь вот тоже есть какой-то светлый блик наверное да это против что и краску бы обозначается еще одна грань нашего таланта если что-то следует да там достаточно жирненько так значит тень где жирненький линер значит там тень где тоненький лина, значит там свет. Ну, или фрактура такая. Тоже, блин. То есть, нужно все время анализировать, что там свет, тень, куда, что падает. Не стоит бездумно копировать. Так, у нас тут блечок будет. Здесь еще блечок. Здесь у нас тень, тень, тень. Еще тень. Вот так. Ну, вот, как-то так. Хорошо. У нас вот задние штуковина у нас. Теперь свечка. Теперь можем к свечке подойти. Вот так. Свечка, свечка, свечка у нас вот тут оплавлена. Максимально такой у нее неровный край. Максимально вот такая половина половина. И телек. Ну, вот, как-то так. Гнездо мы начнем с того, что прорисуем сначала листики опять, и потом немножечко наметим все вот эти веточки. Но вначале мы все листики немножечко прорисуем. Здесь у нас все-таки какие-то плоды. Какие-то шарики. В общем, у нас тут и есть. про этот листик надо не забыть. тут что-то около листика. Так. Теперь мы такие явные веточки нарисуем. Мы прям видим, что они торчат, эти веточки. Помним о том, что рука должна быть немножко не твердой, особенно в ветках. Это прям очень хорошо, если вы будете немного так нервно рисовать. Потому что это хорошо. Потому что это хорошо подчеркивает фактуру. И теперь мы просто веточки получается прорисовываем ну как-то так. В общем, как-то мы их набрасываем. То есть, предполагается, что есть какой-то набор веток, которые они как бы примерно такие есть парочку отростков, и они как бы оплетаются вокруг. Создавая вот эту форму, как бы приблизительно мы их обозначаем, что как-то где-то они тут пересекаются друг с другом, переплетаются. То есть, конечно, мы каждую веточку не проследим. Это нам и не надо. Значит, мы сойдем с ума, но приблизительно так мы это наметим. Теперь мы добавим вот этих вот штучек. Штучек таких. Какие-то тут есть еще наши тыкви какие-то точечки. Можем их тоже сразу линером обозначить. Что-то как-то где-то так. Ну и тут тоже мы потом это все цветом, конечно, сделаем, но какие-то точечки тоже можно нанести уже линера. Итого у нас вот так вот получилось. Теперь удаляем карандаш. Как я и говорила, еще немножко обозначаем блики, чтобы мы их случайно не закрасили. Хотя можем начать с этого цвета и в принципе я там точно не забуду. Ага, тут я забыла сзади дорисовать линером. Видите, как раз хорошо. Тут еще какой-то красный. Тут у нас будет что-то такое. Как-то где-то так. Так, пока там не буду резинкой тереть, потому что в принципе линер конечно быстро сохнет, то есть он в принципе моментально сохнет, но все-таки не стоит прям сразу по нему резинкой тереть. Яростно так сильно. Надо все-таки дать ему парочку секунд цепиться в бумагу. Так, все. Основной карандаш я убрала, чтобы он нам не мешал. давайте тогда начнем с красного. Итак, я беру среднюю кисточку, главное, чтобы он не был толстый, а как раз такие тонкие кончики. Я, наверное, могу еще что-нибудь поменьше. У меня есть еще четверочка, тоже достаточно с тонким кончиком, я возьму ее. И набираю чисто красным. Вот просто. У меня есть алый, я его беру чистеньким. Мы пока вот так начнем. Смело, сразу с алого. И получается, нам уже нужна цветная версия. Вот здесь у нас, видите, раз, блик, два, то есть по контуру практически везде блики есть. я вот так беру, немножко снимаю красочку и делаю контур для этого всего. То есть по контуру и потом я залью всю поверхность. Но для начала вот, видите, я уже забылась. Можно, кстати, промыть и салфеткой промокнуть. Здесь уже ошиблись. Все. я вымыла. Давайте мы сразу обозначим. Только блик, видите, он такой наклонный, то есть он повторяет форму нашего крыши. Наши крыши. Здесь тоже есть, здесь тоже есть этот блик. Не бойтесь сильно много оставить, потому что много не мало в бликах. То есть легче потом уменьшить блик, вымывать его или что-то делать с ним. Например, гуашью дорисовывать. Лучше не домыть, не дойти. Так, здесь у нас тоже фиолетово мы можем фиолетовым взять, ну ладно, я взял красным, давайте уже красным продвинемся здесь прям впритык, но здесь опять-таки есть у нас дубличок, и здесь у нас нет дублич, только тут чуть-чуть, здесь чуть-чуть, тут немножко обозначу, грибочек. Так, теперь вот здесь пройдусь, есть тоже кое-где есть блики, мы их оставляем. Так, вот здесь у нас тоже есть блик, вот здесь у нас вдоль, вдоль у нас есть блик. Так, здесь мы его прямо обозначили, этот гигантский belly black. Так, вот, пока у нас это сохнет, мы будем сейчас это все утемнеть, мы пройдем все по листикам, потому что листики тоже у нас красные. Мы можем смело их заполнить, потом мы оранжевый немного добавим в них. Хотя я, наверное, сейчас добавлю. Прям не чистый вот просто оранжевого добавила и все. Все у нас листики красные. Мы их потом немножко расцветим. Сейчас нам нужна основа, на которой мы будем дальше играться уже. Уже тянут. Теперь нам нужен такой средний темный красный. Для этого я опять беру основу красную. Затем у меня есть просто такой темно-кирпичный. Чуть-чуть его добавлю. Нужно фиолетовый. Вот такой какой-то средний. Можете даже коричневый добавить. Можно синий. здесь вот нужно размыть немножечко тут прям расходится все. Еще наберем. Еще наберем вот сюда добавляем. вот этот темный темный мы еще пройдемся по вот этим местам. Я бы еще фиолетового добавила побольше. Тут прям явные такие фиолетовые места есть. Наберу прям в нескольких местах хочу фиолетовым фиолетовым прописать. Ну тут в принципе так и есть. Сейчас мы его немножко размоем. Ну сейчас я пройдусь по тенюшечкам. Вот здесь прям много его чук-чук. Можно вот перейти в красный вот этим оттенком, который я начало не мешала. Здесь темная часть. здесь я хочу еще больше еще немного больше вот так пока здесь влажненько можно здесь притраться. И вот здесь тоже темная получается. Вот здесь фиолетовое пятно и здесь темная у нас. Тем более она здесь мокрая. Что идеально. Так вот это мы все еще подтянем конечно по цвету. Пока у нас еще такая первая лессировочка. Так я говорила о том, что я размою, но я не буду все размывать. Мне так нравится. Добавлю только вот это. Не забываем про блики. Тут она оставляли. Тут явно будет тень, потому что здесь уже отвернута от нас на сторону. Вот здесь. А вот разметь вот здесь да, надо. Надо, надо, надо. Здесь можно немножко красного добавить. Вот значит чтобы мы не забыли, что оно там есть. Так вот у нас опять алый, но уже плотнее, гораздо, гораздо плотнее. Тут как раз важненько можно алого укропить в воду. Вот здесь немножко все-таки размываем. Вот так. Немножечко добавлю снизу. Мне кажется, он здесь плотнее. еще вот этого прям алого можно добавить вот сюда такого плотного. Несение его водой разбавлять. Сюда тоже его можно добавить прям смело, абсолютно смело. И вот сюда его добавим. так. Видите, как он уже начинает у нас появляться. Проявляться, появляться. Так, у нас здесь блик. Вот я немножечко замазала, но ладно. Не беда. Еще хочется пока здесь влажно немножко плотнее, чтобы цвет был такой, вкуснее, чтобы он был. вот здесь еще. То есть можно набирать тень, особенно тенью. Пока оно еще влажное, вы можете туда прям вкраплять, вкраплять, цвета, вливать как бы в эту влагу, которая там уже есть. И они будут сами там смешиваться, как-то перемешиваться. Это всегда очень красиво и неожиданно. Потому что специально вы не можете обычно такие переходы и цвета делать, как оно само по себе как бы происходит. Так, сейчас вот. Вот так. Вот. Смотрите, какие были яркие листочки, каким они сейчас стали в ряконе. Тут я вижу одно место такое не прокрашенное. Немножко соединили. В принципе, сейчас он подсохнет, мы еще посмотрим по плотности. Я думаю, что наш светильник в принципе готов. Что не может не радовать. Чтобы пока не заливалось туда-сюда в наши гнезда, мы пока не будем его трогать. Давайте перейдем к тыкве. Тем более, что она достаточно проста. Потому что здесь много фиолетового вот в этих местах. Вот в этих. Немножко охра бежевого. Желтенького. Но все на основе фиолетового. Поэтому мы берем фиолетовый. Вы можете смешать. Взять синий с красным и смешать с фиолетовым. Мне, например, надо похолоднее фиолетовый. Я возьму и сделаю практически лиловый. Если вы боитесь плотности, в смысле вы не понимаете насколько темный вы цвет намешали, вы можете в самую-самую тень бахнуть. На самом деле не так уж темно. И проверить. То есть в самой-самой глубокой тени там не страшно, если даже сильно насыщенный получится у вас цвет. И все. Переносим пятнышки, которые у нас уже есть на рисунке. Но они все, видите, расположены практически внизу. То есть вот самое темное место закрученное как бы вовнутрь. и вот здесь у нас тоже закручивается под низ уже наша тыква. Наша-наша тыква. Так. Вот примерно так. Нужно еще немножко сюда добавить. И вот сюда. Про хвостик не забываем. Он тоже скорее всего какой-то светлый, но видите, он более такой с желтинкой. Но фиолетовый у него тоже есть. Теперь делаем желтинку. Для этого нам понадобится охра. Еще немножко желтого. и ищем, где у нас тут места с желтинкой. И проходимся по ним. Кстати, тут какой-то еще красный, но вот желтый смешиваю с красным и добавляем. нужен совсем такой легкий фиолетовый вот сюда. Так. Вот он сюда хорошо ложится. На самом деле охра с фиолетом тоже хорошо дружат. Так что я их смешиваю и иду сюда. Вот по этим всем желобочкам можно пройтись. И вот здесь можно притемнить. В принципе выглядит уже вполне себе достойно. Ну, симпатично. Я думаю, что надо будет еще утемнить в некоторых местах. Можно будет уже не трогать, потому что тыква у нас все-таки беленькая. И в основном на белых предметах выписывается тень и ее окружение. чтобы выделилось на фоне. А на свету, конечно, ты ничего не напишешь, потому что он белый. А белый в акарелле это бумага. Теперь давайте займемся хвостиком. Я взяла просто желтый и добавляю сюда просто желтый. Вот здесь можно и нужно коричневый. Потом я добавлю еще немножко фиолетового. будет то, что надо. Можно немножко утемнить еще ее. Здесь что-то красное тут есть. Можем ляпнуть. Так, берем коричневый, добавляем немножечко фиолетового и проходимся здесь еще по темным местам. Где у нас тут темни. Так, и даем всему этому отдохнуть, потому что здесь уже ничего нельзя, здесь еще не высохло, поэтому вот этот участок мы после того, как все высохло, будем обрабатывать. Итак, моя работа в принципе подсохла, надеюсь, ваша тоже, поэтому продолжаем. как я и говорила, нужно немножко утемнить вот здесь, отделить вот эту ножку от самой тыквы, плюс вот здесь парочку моментов таких, и я думаю еще немножко в наш фонарик внесем подробности. Такие нюансированные подробности мы внесем. Так, я прям набираю плотненько коричневый из фиолетового и прохожусь по темным местам. это раз, это два, тут немножечко, и немного посветлее, сейчас я немного сниму крашку и вот здесь я немножко еще тоже добавлю. Здесь хочется потемнее, в принципе, можно не стесняться. потом мы еще фоном немножко побьем, и будет то, что нужно. готово. теперь немного на фонарик и пойдем уже по нашему гнезду проходить с гордой походкой по гнезду. во-первых, я хочу вот здесь еще немного наверно что-то надо потемненько по насыщению. Я прям такой кирпичный красный смешиваю с фиолетовым и прохожу здесь. Сейчас я немного его размой, но как бы основную массу я хочу сейчас набрать. Здесь не буду размывать, здесь красиво получилось. Тут чуть-чуть я хочу пройти и вот здесь я хочу уплотнить. Мне кажется, недостаточно. Чтобы оно все-таки ушло туда вглубь гнезда, это прям совсем глубина ушло, чтобы. Так. Хочу еще немного прям алого взять, чтобы не водой размывать вот здесь я хочу алым размывать. И вот здесь еще хочу алого еще еще хочу чтобы он был прям яркий. Здесь хочу еще тужа алого. И вот здесь и вот здесь и даже вот тут очки немножко. ложечка. Теперь все-таки водичкой надо высыпать. Вот так. Я думаю, уже так лучше. Так, пока чуть-чуть все-таки подсохнет вот это место, мы возьмемся за листья. Здесь как раз-таки можно плотным алым пройтись в нескольких местах. Здесь тень будет, здесь такой не самый яркий. Здесь у нас тоже вообще-то листик надо не забыть. Так. Вот здесь. Вот здесь. Сейчас мы еще даже его красным тоже пройдемся. Они как раз сольются где-то как-то вместе. Хочется яркости. Можно, кстати, вот пока у нас есть такой смешанный фиолетовый, потому что вот этот темный очень листик. Можно сразу в него добавить фиолетовую нотку. Без зазнений совести. Вот так. Здесь уже серединку можно. Можно немного прописать свечку, кстати. немножечко забыла. Тут немного у нас залился фиолетовым. но не беда. Мы сейчас туда добавим желтенького. Так. Вот у нас смешка. Сюда желтого. И все. Сейчас мы ее немножко отделим от гнезда. Хочется немножко больше корышливого. Кромышливого. сейчас такой будет нет. Два будет тем. Ладно. пока так с опаской, что вокруг все красненькое, красивенькое. Кстати, вот этот темный красивый такой цвет. Вот видите, как сделана типа фактурка такая. Можно его потыкать. пока у нас все стильное сохнет. Можно и потыкать точечки поставить. Сейчас тоже есть. красный давайте поставим красный парочку. Пятно жармазанное спрятим его. Придется теперь все-таки ждать, чтобы оно все засохло, потому что даже фон я сейчас не могу сделать, потому что вот это все сольется будет некрасивым. Зря я это сделала, но ладно, придется прерваться. Итак, наконец-то мы приступаем к нашему гнезду. Я так долго к нему подбиралась. Вначале я бы все протонировала таким коричневатым, и потом мы нанесем вот эти темные оттенки. Мы прорисуем часть веточек. я возьму охру. У меня тут уже была какая-то грязюка. Я ее оставлю, наверное. По-моему, здесь был фиолетовый. Чуть-чуть. Так. Немножко коричневого, чтобы тона добавить. И заполняем все, где у нас будут ветки. Все-все-все. Чуть-чуть на веточку. Здесь на веточку. Не забываем, что здесь у нас тоже веточки. Можно немножечко размыть фиолетовый. И оставляем сохнуть. Но пока она у нас сохнет, мы сделаем тень от нашей тыквы. Набираем фиолетового. И так плотненько наносим, заходим сюда. Но я, видите, не пересекаюсь. Я близко, но я далеко. Так. Тут чуть-чуть. В основном вся тень на самом деле фиолетовый, просто с разной плотностью. Там, где нам хочется побольше, опять-таки вливаем прямо по-мокрому. Вот здесь желтый у нас немножко. Я добавляю немного коричневого. Здесь уже такое пятно. И вот этот наш фиолетовый, он и здесь тоже есть от нашего листочка лепесточка. Такое вот. Такое вот. Здесь у нас такое пятнышко фиолетовое. Здесь видите, автор красиво так оставил все вот эти нюансы. стал все размывать. Это красиво. Это по-настоящему красиво. Здесь у нас тоже много желтого. Немножко коричневого хочу. Вот сюда. Вот сюда. Немножко залезли, но не страшно. это не самое страшное в жизни. Так. Это уже интересно. Так. Теперь немножко наши листья. Вот в принципе нам остались листья и гнездо прописать. И все мы закончили. Казался такой сложный и сложно сочиненный рисунок. На самом деле все не так уж страшно и сложно. Во-первых, прям сильно красным хочу вот здесь плюхнуть. Потом как-то потерялся немножко. И здесь можно. Теперь нам нужен оранжевый. Я набираю прям желтого-желтого. Ну, чисто желтый беру. Помешиваю валы, чтобы поярче был. И опять-таки прохожусь по всем местам, где я вижу, что есть оранжевый. Ну, тепло-красный даже. Нисколько он оранжевый, сколько тепло-красный. Тут, конечно, ну, ладно, затекло, не страшно. Красиво затекло. Если затекает, то должно быть красиво. Так. Здесь у нас тоже. Здесь прям желтого хочется. Дельный я сейчас возьму желтый. правда уже немножко с красным. хорошо. Потому что я здесь его добавлю. Прям тоже так в капельку, капельку, в капельку. Переливаю. Получаю красиво. Ну, там все смешивается. смешивается. Смешивается, смешивается. Вот здесь можно. Голод. Я, кстати, пару точек-чуть поставить. Сверху можно. Там у нас сухо. Пока у нас, кстати, гнездо сохнет, у нас еще сохнет, можно парочку темных моментов оставить. влажно. Давай еще вот эту темную. И вот здесь тоже. Тут совсем темно-темно. Опять и помяжем здесь еще. Как раз здесь еще влажно. можно себе это спокойно позволить. Видите, как она красиво сама растеклась. Но все-таки придется ждать. Хочу прям тоненько прописать. Не получится это по-мокрому она сделает. Я сейчас попробую, но боюсь на шелесте. Нет, надо перерыв сделать. Все, увидимся через мгновение. Так, к сожалению, моя техника решила сбунтоваться против меня, поэтому я завершаю вот так вот этот урок. Простите меня, пожалуйста, но здесь уже в принципе все готово. Обидно было бы не дописать этот кусок. И, собственно говоря, гнездо я писала на ту карточку, которая решила перестать со мной коммуницировать. Это обидно, печально, но я вам сейчас быстренько все расскажу, как я это делаю. Итак, сначала у нас была же лисировка очень светлого цвета. Я взяла средний коричневый и сделала такие полосочки, полосочки, чтобы подчеркнуть фактуру этого нашего гнезда. То есть, то, что подчеркнули, что оно из отдельных таких веточек. Затем я намешала очень темно-коричневого цвета, который смешала из коричневого, фиолетового и забавила немножко синего. И вот как раз вот эти вот вкусные такие моменты, то есть, я еще больше вот этих полосочек надела. Здесь сделала еще маленькие веточки, собственно говоря, из этого цвета. И еще немного средне-коричневого, которым я просто запомнила, уменьшила количество вот этих светлых моментов. На самом деле, здесь еще можно доделать. И здесь точно не будет ничего светлого, потому что здесь гнездо загибается вниз. И, собственно говоря, все. Что-то этому рисунку немножко не повезло. Извините, что так получается. Но мне хотелось завершить этот урок, потому что очень понравился рисунок, который в итоге у нас получился. Надеюсь, у вас тоже получится. подписывайтесь, ставьте лайк. До следующих уроков. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok